Вот уже больше 10 лет на поля фильтрации свозят бытовой строительный мусор, а также добывают незаконный песок, который, между прочим, ядовитый. Схема достаточно простая, вырываются огромные ямы, засыпаются мусором, а после чего поджигаются. Только за то время, как мы здесь присутствуем, мы увидели как минимум 4 машины, которые выгружали мусор. Также за моей спиной происходит пожар. Таким образом пытаются скрыть улики, поджигая бытовой мусор. Здесь когда-то были клетки, где выращивали в 70-е годы помидоры, баклажаны, капусту. Затем продавались на уроке. Представьте себе, если мы имеем такой слой, 5, а может больше метров, за столько лет, сколько вывезли сюда разного строительного, бытового мусора. Мы же не знаем, что сюда вывезли. Не менее 5 метров. От 5 до 8 метров слой мусора, различного мусора. Бытового мусора, строительного мусора. Это все засыпано. Вот здесь мы стоим, это все засыпано. Поля фильтрации по прямому назначению давно не используются. В 1874 году, чтобы отвезти все канализационные стоки от моря, тогдашняя мэрия решила направить их на орошение солончаков пересыпи. Пустущие поля оставались нетронутыми недолго. Уже 20 лет каждый день и ночь сюда тоннами вывозят различный мусор. Смотрите, завезли десятки, сотни тонн целлофана, бытового мусора. Его закапывают в воду сверху, как бы строительный мусор. Но это специалисты могут сказать, что разлагаться будет оно 300 либо 1000 лет. Мы стоим 5 минут, уже какая машина идет? Четвертая машина. А в течение дня сколько завозится этого мусора туда? Общественники много лет пытаются бороться с мусорным бизнесом. По их словам, за ним стоят правоохранители и прокуратура. Поэтому многие заявления остаются безрезультатными. В мэрии говорят, что у них нет достаточных полномочий для проведения расследования. Частично эту ситуацию, так скажем, регулировали определенное время. Но на данном этапе перекапывались и подъездные пути. Но, к сожалению, очень сложно бороться со стихийными свалками. И на сегодняшний день тех полномочий, которые есть сегодня у муниципалитета, у городской власти, к сожалению, сегодня недостаточно для того, чтобы проводить расследование, бороться. Более того, нарушители были задержаны и наказаны. В первую очередь, это статья национальной полиции. И те, в общем-то, замечания, те обращения, которые сегодня следуют и на горячую линию Одесского городского совета, они перенаправляются по адресу национальную полицию. И я очень надеюсь на то, что рано или поздно наша доблестная полиция закроет эту ситуацию и исправит ее. Прогулявшись по полю, мы убедились, что это не просто стихийная свалка, это четко налаженный бизнес. С самого начала съемки за нами сразу начали следить две машины. По словам общественника, они пропускают нужные КАМАЗы за символическую плату. 500 гривен – один вывоз. Это намного дешевле и ближе, чем везти тонны отходов более 10 километров на легальный полигон «Дальницкие карьеры». Сзади нас тоже находится определенная часть поля орошения, где за свое время тоже было завезено не одна тысяча мусора. Благодаря нам и другим общественникам мы все-таки перекрыли этот проход и перекрыто еще несколько проходов. У нас интересует вопрос, а почему везут сюда строительный мусор? Почему не повезут на «Дальницкий карьер», где там определенный должен быть бытовой мусор, строительный мусор, как бы его слоями? А все потому, что завезти сюда машину мусора стоит 500 гривен, а в «Дальницкий карьер» там будет стоить намного дороже. Плюс расстояние, расход дизельного топлива. Даже в письменных ответах мэрия подтверждала факт угрозы экологической катастрофы, но отписки результатов не дали. В 2008 году проблему попытались решить с помощью проекта с многообещающим названием «Эко-город» – парк природы, спорта, отдыха и развлечений. Он охватывал не только поля фильтрации, но и территорию в районе Хаджибейского и Куяльницкого лиманов, Лузановки и Живаховой горы. Это порядка двух с лишним тысяч гектаров земли. Прошло 11 лет, эта местность продолжает погибать. В большей части я надеюсь, что можно все-таки использовать эту территорию для создания такого зеленой зоны нашего города. Потому что наш город задыхается без зеленых насаждений. И это единственное место, где еще огромное место. Это более 600 гектаров. На поле мы увидели и насыпные горы из песка. По словам общественников, его добывают, осушают и продают. Со всеми нечистотами, ядохимикатами, которыми он пропитан. Использование этого песка в строительных целях. Этот песок идет для раствора, которым используется для строительства жилых домов. И это потом все остается в этой стене, и оно постепенно испаряется. То есть это просто, представьте себе, чтобы вас завели в осенизаторскую комнату и там держали. Только с небольшой концентрацией. Там могут быть тяжелые металлы, свинец и так далее. То есть там нужно проводить комплексные исследования. Но заранее можно сказать, что это опасное. Самую проблемную территорию Пересопи предполагали осушить, очистить и подготовить для грандиозных преобразований за пять лет. Хотели создать Одесскую Венецию, соединив море и лиман каналом, разбить Ветландпарк. А в итоге одесситы получили огромную экологическую пропасть, которая продолжает расти. Светлана Довжук, Григорий Евич, Телеканал Репортер.